ну что начинаем наш тренинг наш тренинг начинаем я думаю сегодня будет очень интересная тема очень интересная тема конечно 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 не воспоминания классика под названием было и думаю но тем не менее тем не менее будет весьма интересная ну лично для меня а если это лично для меня интересно то это будет интересно и для вас вас масс ас так начинаю я несмотря на то что готовлюсь в жиме лежа начинаю с ног для того чтобы мои копытца преуспевали гравитационный гимнастик гимнастик итак четыре подходика сейчас зарядим на копытца пускай не поработает чтобы все было нормально а а а а а а 30 раз я сделал то есть я считаю для оздоровления суставов особенно суставов важно пустить кровь в вес пускай небольшой будет но важно пустить кровь в суставы там в мышцы связки чтобы они поработали для этого важно количество то есть важно количество повторений сустав должен работать сустав не работает возникает так называемый анкилоз а что это такое а кто его знает по логике анкилоз это тугоподвижность суставей или вообще прекращение движений в суставе анкилоз анкилоз отрицание келоз или келестетика или там вроде как движение возможно это по-древнегречески там а это без движения поэтому чтобы было движение очень важно поддерживать работу в суставе Итак, первый подходик я сделал 30 раз С вами поговорил Хочу сделать второй подходик С большим весом Белый, белый, белый снег Ёкарный бабайчик Белый, белый, белый снег Ну что, сразу второй подход Сразу второй подход Также 30 раз Первый это было где-то 15 кг чистого веса Второй подход будет 20 кг И так на 30 О, уже почувствовалось О, уже почувствовалось Нагрузочка почувствовалась И важно Естественно Мы вначале чувствуем, что Заработали мышцы Мышцы переходят В связки, сухожилия В мышцах кровь и обмен веществ Намного быстрее, нежели в связках Поэтому, чтобы эти связки Связка Нормально себя чувствовалась Связка Представляете, сухожильная ткань Там нету кровеносных сосудов Питание осуществляется Питание осуществляется В основном за счет Циркуляции лимфы Циркуляция лимфы в связках Очень понижена И для того, чтобы ее повысить Надо, чтобы эти связки То растягивались То сжимались Хоть что-то работало На сжатие растяжения На сжатие растяжения Какого-то минимального Было сжатие растяжения Которое приводило к тому Что туда бы насасывалась Лимфа С питательными веществами И тогда Тогда Там начинается В связке В этой сухожильной ткани Начинается Оздоровление Она себя нормально чувствует То есть она нормально себя чувствует Только в работе Если она не работает В нее не поступает Жидкость И естественно Что там происходит Она сжимается Деревенеет И все Была подвижность И нету подвижности Итак Третий подход На 30 раз Хорошо 90 раз я сделал уже И это Радует Чувствуется Ножки подзатекли Работа Идет Если вы хотите Какой-то Оздоровительной работы Особенно в суставе Чтобы его восстановить Вот так вот И начинайте Чего-то маленького Чтобы одни Вот такие вот движения Были Буквально такие Без Всяких весов Но их должно быть Много Не десятки Не сотни Тысячи Но естественно Все начинается Потихонечку Начинается все Потихонечку А потом уже Вы Доводите Тысяч Несколько тысяч В день То есть Две Три А то и больше Тысячи в день Сустав Должен работать Чтобы он начал Восстанавливаться Особенно что-то там Такое Травмированное Которое Не хочет Восстанавливаться Мне понравилось Как Ричард Такой был Культурист Который Упал Он был сам Строителем Упал Получил травму Что-то там Килограмм 30 Чистой мышечной Маски у него Улетело Пока он там Лежал В госпитале Ну с большой высоты Упал Травмы Серьезные были Но потом он начался И вроде как Все Восстановилось А вот Нога На которой Как он говорит Осталась Там просто Она просто Какая-то Шкурка Естественно Не поддавалась Никаким там Этим Нагрузкам И вот он У Билла Перла Спросил Билла Ну как вот С травмированной Ногой Он ему Сказал Как А ты ее Тренируй Целый День И говорит Вот после Этих Шоковых Тренировок Начался Какой-то там Набор Мясо Итак Вес 25 КГц Надо бы Сделать На 30 Раз Конечно Я сделал На 30 Раз Но это Уже Будет Ощутимо На русском Тренировок 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 И вот работает бедро И нагрузка в основном чувствуется вот здесь, возле колен То есть то, что нам и надо На поясницу нагрузка отсутствует А за той ноги можно таким образом очень хорошо прокачать Как на массу, отчасти там конечно На какую-то силу такую специфическую В основном это упражнение хорошо для лечения коленных суставов Итак, это мы сделали Хорошо Далее 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 у нас пойдет Наше Прилюбимое упражнение Ну вот отсюда его будем делать Это Жим гантелей Подъем на бисерс гантелей сидя И жим сразу же сидя Ножки хорошо проработались Так чувствуется И вот это как раз шестая тренировка По Так сказать По новому Проджекту И что она Показывает, эта тренировка Что Ножки Укрепились Ножки укрепились И это уже так Довольно таки ощутимо чувствуется Начнем как всегда С 8 килограммов Укрепились 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 Укрепитель Укрепились ну так как-то так сделали то есть с небольшим весом как раз вы подготавливаете суставы связки вообще чтобы они движение вспоминали как и что там делать это очень важно если с большим весом начинать делать сразу в тренировочную но это это тяжело то есть организм не сразу он приспосабливается к нагрузке то есть он входит он постепенно входит в тренировочный ритм и надо ему дать позволить это сделать в противном случае начнутся разного рода травмы растяжения какие-то знаете такие досадные недоразумения которые напрочь отбивают желание заниматься заниматься во всем нужен свой подход понимать всю эту специфику и учитывать ее как и это глядь как и как и как и как и вот так уже чувствуется нагрузка пошла плечи стали теплеть а здесь мы закроем как-никак холод минус 11 или 12 хорошо спортзальчик нагрелся прогрелся по крайней мере для одного человека это вообще рай тренироваться вполне нормально двум-трем также будет комфортно вот больше уже не желательно так отдохнем побольше поболее поболее отдохнем поболее сменим ракурс заодно дабы нам не надоедало это то что надо хорошо три подходика сердце призывно забилось передохнем так заработал желудочек вы уж не без сутя не без сутя готовлюсь на тонны кстати очень интересно как бы нагрузку распределять на одну и ту же группу мышц вот можно зарядить ну допустим какое-то упражнение подъем на бицепс это там 8 подходов заделать ну тупо а можно подъем на бицепс стоя подъем так подходика 3 подъем на бицепс сидя подходика 3 подъем на бицепс допустим там на скамье скота подходика там 3 и в итоге не так будет утомительно а по объему будет довольно таки большая нагрузка 14 кГц 14 кГц 15 кг 14 кг 15 кг 15 г 16 кг Ну и хватит 8 2 по 12 И 14 Финиш Так, так, так Опа Опа Есть И уже где-то даже Легковато Хочется обратить особое внимание На такой феномен, как Работа с мелкими мышцами Бицепс Ну Относительно Мелкая мышца И Для того, чтобы Дать целенаправленно Именно ей нагрузку Надо ее, конечно Изолировать И использовать Такие веса Что вы чувствуете, что Именно бицепс Бицепс у вас Работает То есть Вы именно им Тянете Именно в нем Начинается Пампинг Кровенаполнение Вот То есть Чувствуете, что Вот вы Именно им И работаете Тогда Начинается Рост Если же Мы используем Какое-то упражнение Вроде бы на бицепс Там с щитином Или еще Как-то У большинства Людей Не получается Выделить Именно Бицепс Идет Больше Там Плечами Спиной Ногами Чем угодно Но не бицепсом Работает И вроде Поднимаются Большие веса Вроде человек Устает После тренировки А роста Бицепса Особо Не происходит Поэтому Обратите Внимание На это Я вот Максимально Выделил Я ничем Не могу Здесь помочь Я тяну Только бицепсами И он Начинает Упираться Вот Я чувствую Что я Тяну Именно Им Два Подходика Сделал Добавим Немножко Веса И сделаем Третий Подход И на этом Закончено И Вот Для развития Мышц Развития Силы Развития Массы Ну Будем говорить Надо Уделять Определенный Объем Своего Времени Своих Волевых Усилий На то Чтобы это Росло На развитие Чтобы они Солились Больше А вот На поддержание Требуется Уже Гораздо Меньше Это тоже Надо знать Принимать И Приветствовать Тем более Если они Когда-то У вас Там были Более-менее Там Накачены Они Быстренько Восстанавливают Свои Прежние Объемы Вот Это важно Знать И понимать И давать Такой Отдых Между Подходами Чтобы вы Могли Восстановиться Более-менее Полноценно Серцебиение Пришло В норму А тем более Дыхание Должно Восстановиться Вот Как бы Сказать Умственно Настроитесь На работу Итак Здесь У нас Уже Где-то 30 КГц Хорошо 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 И это Хорошо И потом Приступим Непосредственно К жиму Лежа Наша Задача Слегка Увеличив Вес Выполнить 100 Жима Лежа Чтобы у нас Нагрузка Возрастала По Интенсивности То есть Количество Движений Тоже Сотенька А вот Вес Все Больше И больше Кстати Это уже Дало Определенные Плоды Я вот Так сказать В гравитационной Гимнастике Впервые 200 КГ Так Значит Сам Более-менее Чистенько И приятненько Там Снял со стоек Скажем так Правильно сказать Просто Лапросто Снял со стоек Что же У меня тут Интересно С ногтем Что он Постоянно Так Вот Делает Ладно Отжимание На Грустях Еще Готовим Локтевые Суставы Растягиваем Плечевые Для Джима Лежа Есть Что Хотелось бы Еще Рассказать Или Вернее На чем Заострить Внимание Это На На том Как надо Увеличивать Нагрузку То есть Вот Периодичность Тренировочные Циклы Вот Примерно В этом плане Поговорить Вот если То есть Перед Людьми Которые Уже Занимаются Год Второй Год Вначале Там Все было Нового Там Не обращали Внимания На распределение На там Нагрузки Как ее Увеличивать Наращивать То вот Кто уже Не новичок Они начинают Понимать Что Оказывается Наиболее Важное В Тренировке Это Умение Так Наращивать Нагрузку Чтобы организм Ее усваивал Перестраивался И становился Немножечко Сильнее И На фоне Этого Делать Следующую Тренировку Чтобы Опять таки Давать Стимул Для того Чтобы организм Перестраивался Делался Сильнее Мышцы Больше Как бы сказать Чтоб Был Постоянный Рост Так вот Если мы Возьмем Самую Первую Методы Тренировок Которые Еще При царе Там Рассказывали То есть Это будет У нас И Сандал Юджин Сандал Система Юджина Сандала И других Там Георга Кешмита Там Доктора Краевского То есть Они Увеличивали Нагрузку Делали Одни и Те же Упражнения И Допустим Начинали Грубо говоря Шести Раз Какой-то Вес Поднимать Как только Они Поднимают Раз Его Двенадцать Значит Просто-напросто Увеличивают Нагрузку Там На Допустим На килограммчик В зависимости От того Какого-то Упражнения И Опять Начинают Шести Раз Доходят До Двенадцати И Так Вот Потихонечку Наглавляют То есть Тогда были Люди Можно их Было Так Разделить На две Категории Которые От природы Были Сильными И Они Даже На Тренировки Особого Внимания Не обращали Им Хватало Того Что им Дала Матушка Природа И Силы И Массы И Роста Там И Фигуры Но Это были Довольно-таки Редкие Люди Некоторые Из них Еще Действительно И Занимались Благодаря Действительно Действительно Еще Больших Результатов А Вся Остальная Масса Среднего Средних Возможностей Человек Мужчина В основном Ну и Который Просто-напросто Занимался Занимался Атлетической Гимнастикой Зантериями Со штанами И Вот Для них Как раз И было Важно Вот Это Наращивать Свою Тренированность С помощью Разумного Добавления Весов И Чередовать На Нагрузку И отдых Таким образом Чтобы У них Происходило Полное Восстановление Вот Это Была Самая Так Сознать Старая Школа Вообще Откуда Пошел Бодибирдинг Откуда Пошли Эти Поднятия Тяжести Разного Рода Вот Все это Длилось Там Примерно До 30-х Наверное Годов До 30-х 40-х Годов Фух А вот Потом Примерно После Войны Скорее Сего Уже Начали Действовать А в Америке Там Раньше Там Где-то С 40-х Годов Там Войны Особо Не было А у нас Вот В основном Это тяжелая Атлетика Начали Уже Заниматься С учетом Вот Дозировки Вернее Работы С нагрузкой С нагрузкой И отдыхом Строить Так Свою Нагрузку Чтоб Можно Было Отдохнуть И Вот Это Получилась Целая Система Тренировок Научно Разработанная Тоже То есть Определенные Там Были какие-то Научные Разработки Как это Все Строить Примерно Там Эль Джо Вейдер Для него Там Писали Статьи По Физиологии Тренировок В его Журналах То есть Как-то Все было Приведено В такую Систему Как Увеличивать Нагрузку Для того Чтобы Чтобы Можно Было Прогрессировать Приступаем Непосредственно К жиму Лежа И вот Здесь Были Конечно Сделаны Определенные Успехи Когда я Учился В институте Физической Культуры И спорта У нас Был Такой Главный Учебник Теория Методика Физического Воспитания То есть Вот там Как раз Говорилось О Чередовании Так сказать Нагрузки Отдыха Что она Должна Постепенно Увеличиваться Различные Вариации Для того Чтобы Чтобы был Прогресс И вот Примерно Тяжелая Атлетика В Советском Союзе Она Так вот Где-то Была На этих Основах Разработана Власов Так Занимался Там Жаботинский Бликфельдер Примерно Наверное Года До Семидесятого Все это Там Такое Было Вот То есть Очень важно Надо было Учитывать Чтобы Не перетренироваться Дать Нагрузку И Был Рост Так Вот Немножко Чуточка Делаем Значит Примерно На Семидесятом Годе Прошлого Столетия Мы И Закончили Я Увеличил Нагрузку Как видите По-моему Тогда Я делал 35 Кг Сейчас На штанге Стоит 37 Кг И Я Начинаю Свои Сжимы Сто Сжимов Сжимов Ах Сжимов 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 Первые 15 раз И есть Ну вот, достаточно было того, что я увеличил В пятую тренировку Это у нас шестая идет Чтобы это уже почувствовали и мышцы И организм И как-то они начали Перестраиваться И даже кое в чем произошли улучшения Такие интересные Гравитационный гимнастик Может это совпадение Но посмотрим туда дальше Так вот, вернемся И продолжим Примерно после 70-го года Или одновременно где-то с 70-м Там 69-70-й год и далее Пришли В спорт Анаболики Препараты, которые позволяли Как быстро восстанавливаться Так и набирать мышечную массу И Люди, когда Все это было разрешено Естественно В то время Начали использовать Эти препараты И на практике Убедившись, что Теперь Варьирование Нагрузкой И отдыхом Не так важно За счет Анаболиков Организм Гораздо быстрее Восстанавливается И поэтому Можно Знаете Давать и давать Нагрузку Особенно не обращая Внимания На Восстановление На вот эти вот Периоды Между Томировками Грубо говоря Гнать и гнать И вот это вот Разумное зерно Которое было Чередование Значит Нагрузки И отдыха В 40-е 50-е 60-е Годы Так сказать Старая советская школа Тяжелой атлетики Была Как бы сказать Забыта Отброшена Потому что Это намного лучше По крайней мере Эффективнее Вот И так Гнали Там сколько там В 80-е год После наверное 80-го года Начали значит Появляться Вот эти вот Допинг Пробы И дисквалификации И Спортсмены Как бы сказать Были вынуждены Что-то так Хитрить Мудрить Так Второй подход Сделаем И дальше Продолжим Редактор субтитров Так Значит спортсмены и тренера Вынуждены были хитрить Но отказываться от Этих средств восстановления Никак не хотели То есть был такой период Особенно в тяжелой атлетике Когда Были достигнуты Огромные результаты Вообще-то Потому что сочетание Подчеркну Сочетание Упорной Физической работы Но в то же время разумной Здесь тоже надо Применять разум С этими Анаболическими средствами восстановления Давало вообще Суперрезультаты И Как правило Те результаты Которые были достигнуты Штанистами Кроме Второго тяжелого веса Лаша Талахатре Умудряется Сейчас Ставит рекорд за рекордом А все остальные Далеко Отстали от тех результатов Которые показали В 80-е годы Взять того же Юрика Варданяна Средний вес 82,5 килограмма 180 левок И 227 толчок У него Это насколько я помню По-моему даже 230 Он на грудь брал Не толкал Не толкал 82 килограмма Сейчас Столько Столько Вот Какой там вес 102 килограмма Поднимает Штанисты Где-то там 102 по-моему Где-то Поднимает 102 Чуть Чуть Поменьше А Юрий Захаревич Вообще 200 Сколько там 10 250 Не всякий Супер тяж Столько Поднимает А он 110 Килограмм Поднимал То есть Были достигнуты Вот такие вот Колоссальные результаты Ну Потом Значит Был введен Жесточайший Допинг Контроль На Вообще Тренировках Чтоб люди Не использовали Этого И все это Скатилось Назад И вот А как Это все Теперь Как тренироваться Как тренироваться И вот здесь Опять Начинает В полный Рост Вставать Знание Нагрузок Дозировки Нагрузок И чередование Отдыха Чтобы не было Перетренировок А был Постоянный Прогресс Учение О тренировочных Циклах То есть Его Возрождать Ну Как Что там У кого Получается Плюс Использование Новых Каких-то Средств По восстановлению Организма Которые Еще Не отнесены Значит К Допингу Вот Третий Подход Организма Организма Есть Третий Подход И вот Чередование Нагрузки Отдыха Для роста Спортивных Результатов Восстановление Роста Сильной Массы Вот Это Самая Самая Как бы Сказать Большая Тайна Причем Она Зависит Как бы Сказать Общее Есть Направление Что надо Увеличивать Нагрузку Давать Организму Отдых Но С каждым Человеком Все это Происходит Строго Индивидуально В зависимости От его Данных Матушкой Природой От его Мотивации Ну и Ладно Других Особенностей Вот Кто этим Владеет Кто Понимает Толк Толк Прогрессирует И Вот Среди Всех Спортсменов Можно Особо Выделить Василия Алексеева Который Довел Результат В толчке Примерно С 220 Килограмм До 256 Килограмм То есть Практически Где-то Килограмм На 35 Он Увеличил Матолетка Кому Получается Вот если Взять Опять-таки Лаш У Талахадзе Рекорд По-старому Рекорд По-моему 266 Установленным Леонидом Тараненко Сейчас Превысил На килограмм Сколько Времени Прошло То есть Это надо Учитывать И вот Как раз Алексеев Говорил Неважно Вот Какие У тебя Данные Важно Понимать Что ты Хочешь И что Надо Сделать Для того Чтобы Этого Достичь Вот Это Был Такой Самобытный Человек Уникум В Деле Тренировки Развитие Развитие Значит Силы Особенно Вот В толчке В толчке В жиме В руки у него Не получалось Из-за того Что у него Что-то там Это То ли пальцев Не было То ли Палец там Не сгибался То есть У него Хват Был Не такой Хороший Как Хотелось В руке Должен быть Хват Легко И просто Чтоб Ты не думал О том Что у тебя Кисть там Вырвется Просто Шматовал Если Все У него Сила Была А Все Ограничивалось Тем Что Рука Не так Держала Как Хотелось Супай Супай ну что 60 раз есть меняем упражнение увеличиваем нагрузку увеличим нагрузку и у нас получается добавили по 2 килограмма с каждой стороны 39 килограммов не будем спешить не будем спешить поспешай медленно мудрость денег и я не зря на своей заставке режиму лежа использую фотографию дага хэббург на где написано король жима лежа king of the bench press king of bench press король жима лежа так вот современники о нем говорили чтоб стать королем в жиме лежа он проводил за стойкой для жима лежа больше времени нежели в постели то есть вот такой вот колоссальный труд позволил добиться таких внушительных результатов так мне надо пожать еще 40 раз что я хочу достичь этим наращиванием объема нагрузки запустить свой организм чтоб он шел с опережением на рост силы то есть как знаете айсберг вот ты толкаешь 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 его а он но никак не движется потом потихонечку потихонечку наконец-таки он начинает набирать ход и пошел лично подобное у меня такое было так теперь же вот такое же первый поскольку есть вот исходя из всего что я видел что на себе прочувствовал знаете вот в любом деле в любом деле можно так сказать тренировка лечение оздоровление благосостояние рост силовой рост это все искусство искусство из настоящего момента так поступать вести себя накладывать нагрузку и прочее делать дела чтобы это все как-то шло в твой рост в некоторых случаях и это еще лучше если вы выстоите какую-то стратегию по жизни то есть вот по жизни редко кто выстраивает ну так называемый карьерный там рост ладно там есть такое понятие вот а вот в тренировках это более так росте спортивных результатов более явственно выстроить так значит в течение длительного времени допустим года чтобы вы в конце его вышли на какие-то там результаты которых вы до этого не показывали вот это уже целое искусство избежать травм так сказать несколько запутался один подход я сделал или два ну пускай это будет 2 80 еще два подхода значит избежать травм избежать прочих каких-то недоразумений которые случаются с людьми а тем более со спортсменами есть спортсмены заведомо заведомо сильнее своих соперников и на главных стартах таких как олимпийских играх будучи на голову сильнее умудряются так выступить что проигрывают ну особенно там тяжелоатлеты там баранку схватят или закажут неправильно вес или еще что-то там такое знаете то есть их надо оберегать самих от себя так что редко кто кто прогрессирует продолжительное время хотя бы хотя бы вот знаете так такое слово хотя бы 10 лет 10 лет это целая эпоха вообще в спорте вот как раз Василий Алексеев столько там и был дали триггер примерно столько был показывали результаты обходили молодых и амбициозных благодаря опыту ну и и некому наработанному такому знаете потенциалу уверенности в себе это тоже надо приобрести так делаем подходик ну и последний остался надо считать по моему я сейчас буду делать больше ну ладно ничего страшного нет больше так больше больше так больше сколько там у нас тренировка идет тренировка у нас идет час три минуты ага час три минуты итак на этой тренировке я вам рассказал о старой школе как они нагрузкой и отдыхом оперировали для роста результатом далее это период ну тяжелоатлетический в основном там да хотя и бодибирдинга когда уже начали приводить в систему как дозировать нагрузку чередовать отдых с научной точки зрения далее пошло у нас использование период препаратов которые которые сейчас значит продолжается особенно в бодибирдинге вообще там какие-то результаты чудовищные достигаются благодаря применению фармы человек становится каким-то если он более-менее еще занимается он становится так как мутант какой-то вот и современный период когда вот надо все это как-то сочетать средства восстановления такие которые не запрещены и использовать нагрузку и отдых как средство для роста спортивных результатов а а о о хорошо сделай и это хорошо так тренировка на живот и мы заканчиваем вообще когда я занимался я использовал у меня была тетрадка тренировочная подход сделал палочку поставил еще подход еще значит палочку поставил за ручкой чтобы не запутаться сколько ты там чего сделал возможно и сейчас надо что-то такое делать чтобы чтобы не путаться так так как я занимаюсь для себя не столько на результат хотя мне интересно вот но без фанатизма занятия больше полутора часов лучше не делать иначе будешь просто-напросто уставать а а а а а решил увеличить количество повторений с пятнадцати до двадцати так что в который раз я подчеркиваю можно увеличить конечно объем нагрузки всего всего заниматься чаще но это требует времени 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 вашего жизненного времени которую вы можете уделить если у вас есть семья семье друзьям друзьям хобби хобби ну и так далее либо же вот только своему организму мышцы и силе а 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 Итак, с целью мышцам, красоте физического тела, которые в конечном счете вместе со старостью, вместе с тем, что жизнь не проживается, они утрачивают свои свойства, привлекательность по естественным причинам. И, как бы сказать, у вас ни мышц не будет, ни силы не будет, но останется нечто такое, что будет говорить о вашей цели, устремленности и умении работать для достижения цели. Вот это у вас останется, несомненно. А все остальное уйдете. Ну что, последний подходик. Потом мы глянем, что с нашим телом, какая трансформация происходит. Вот это у нас происходит. Вот это у нас происходит. По происшествию года можно будет судить о результатах Ну что, пресса заведется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok